Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о соборном послании апостола Иакова. Это послание к первой главе, к которому мы сейчас с вами обратимся, написано, по крайней мере, довольно уверенно его атрибутируют апостолу Иакову, брату Господню, главе Иерусалимской христианской общины, или, как его в православной традиции принято называть, первый епископ Иерусалима. Хотя, насколько в самом деле место, которое апостол Иаков занимал в Иерусалимской общине, может быть описано словом «епископ», это достаточно большой вопрос, но, тем не менее, да, мы, в общем, с уверенностью можем сказать, что Иаков был братом Господним, то есть родственником его по плоти, и был лидером Иерусалимской христианской общины, по крайней мере, после гонений, в результате которых ушли из Иерусалима большинство апостолов, бывших непосредственными учениками Господа Иисуса Христа. И вот Иаков, который известен, кстати, не только из Нового Завета, но есть о нем и весьма почтительные упоминания, скажем, в Талмуде. Иаков действительно был человеком, которого в его время считали практически образцом настоящего верующего иудея, образцом соблюдения закона. В Талмуде есть намеки на то, что именно гибель Иакова, брата Иисуса, была одной из причин катастрофы, постигшей Иерусалим во второй половине 60-х годов первого столетия, в 70-м году. Одним словом, вот этот вот человек, про которого мы знаем, что он был чрезвычайно авторитетен среди своих современников, по-видимому, как христиан, так и не обратившихся ко Христу иудеев, вот он пишет это послание. Надписание текста говорит о том, что Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, обращается к иудеям, находящимся в рассеянии, в диаспоре. Собственно, выражение «двенадцать коленом», находящимся в диаспоре, это скорее идиома, которая как раз обозначает всех израильтян, всех членов народа Божьего, которые находятся где-то вот на удалении от Иерусалима, не в иудейских землях, а где-то на чужбине. Вот, собственно, это все, что мы можем сказать про адресаты этого послания. И специально не выделяется, невозможно обнаружить причину, повод, что именно побудило апостола это послание написать. Но все же с большей вероятностью, глядя на первую главу, мы можем сказать, что целый ряд конфликтных ситуаций, которые складывались вокруг иудеев-христиан в диаспоре, то есть тех иудеев, которые стали учениками Господа Иисуса Христа и жили в диаспоре. Вот эти конфликтные ситуации потребовали некоторого, ну, может быть, наставления со стороны апостола, как следует жить и переносить все то, что выпадает на долю этих людей. Еще, конечно, нам необходимо с вами иметь в виду, что те люди, к которым обращается апостол, христиане из иудеев, вне всякого сомнения, хорошо знают и, по возможности, тщательно соблюдают Моисеев закон. В отличие от всех тех, с кем мы с вами сталкиваемся среди адресатов послания апостола Павла, это люди, для которых вопрос об обрезании и соблюдении Моисеева закона вообще не возникает. Это для них, само собой, разумеется. И вот такая твердая верность Богу и верность Божьему закону – это некоторый, если хотите, фон, на котором нам следует читать те слова, которые апостол Иаков к этим людям обращает. В самом начале он говорит о искушениях или испытаниях, которые выпадают на долю христиан. Весьма вероятно, что речь идет о гонениях со стороны необратившихся иудеев, хотя это и не дает нам возможность более точно датировать послание, потому что подобного рода гонения были интенсивными и в 30-е и 40-е, и в 70-е и 80-е годы первого столетия, и в промежутке между этими периодами тоже. Итак, Иаков обращается к людям, которые подвергаются, по-видимому, гонениям и преследованиям за то, что они исповедуют Господа Иисуса, собственно, Господом, Мессией, Спасителем Израиля. И вот апостол пишет «С радостью принимайте, братья мои, если впадаете в различные искушения, зная, что испытания веры вашей». Вот эти два слова – искушение, испытание. Скорее всего, он пытается втиснуть в разные греческие слова примерно одну мысль, о которой он потом еще в послании своем будет упоминать. Он говорит о тех ситуациях, когда человек так или иначе вынужден увидеть сам и явить окружающим, явить Богу, чего он на самом деле стоит. Дело, собственно, как поясняет Иаков, не в том, что это какие-то искушения с целью нас подставить или проверка на благонадежность и лояльность. Это что-то такое, когда стоит радоваться, потому что действительно созидает человеческую личность. Трудные ситуации. Для нас и слово искушение, и слово испытание вообще говоря не очень хорошо звучит, потому что мы так предполагаем, что кто-то злонамеренно искушает нас для того, чтобы подловить на мелких или крупных ошибках. Нет, Иаков говорит совершенно о другом. Он говорит о трудностях, которые выпадают на человеческую долю в его жизненном пути, и трудностях, которые делают нас более совершенными, наверное, более цельными личностями. Вот он пишет это все. Дается, чтобы вы были совершенны и цельны. Ну или в синодальном нашем русском переводе – совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Таким образом, он видит, что призвание, которое дается каждому христианину, в том, чтобы обрести эту внутреннюю целостность. Да, это совершенство, когда человек действительно равен сам себе, и его вера, и его убеждения руководят его нравственным выбором и поступками. На самом деле, сегодня это очень важная вещь, потому что мы часто сегодня оказываемся крайне фрагментированными личностями, когда у нас вера отдельна, поступки отдельны, нравственные выборы отдельны, а предназначения в жизни совсем отдельны, и мы не связываем одно с другим. Вот апостол говорит о том, что все испытания даются нам для того, чтобы мы в терпении научились приносить совершенный плод, и были внутри себя действительно совершенны и цельны, чтобы мы были полновесными, полноценными личностями. Это, без сомнения, чрезвычайно важно. И далее он говорит о том, что, ну, понятно, что не всегда нам хватает мудрости, не всегда нам хватает того фундамента, того материала, из которого человеческая личность строится. Поэтому, немножко, может быть, перескакивая, мысль апостола обращается именно к мудрости и говорит, «Ну, а если у кого нету мудрости, не хватает, ну, значит, просите у Бога, просите у Бога». И здесь я хочу обратить наше с вами внимание на совершенно потрясающие слова пятого стиха, потому что Иаков здесь и в некоторых других местах говорит о Боге чрезвычайно важные вещи, которые абсолютно перпендикулярны нашим стереотипам. Вот он говорит, пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Тоже, понимаете, люди на протяжении тысячелетий, двух, по крайней мере, люди, которые пытаются быть христианами, думают часто очень, что если у Бога чего-нибудь просить, то надо, ну, просто прыгнуть выше головы, вывернуться наизнанку и желательно восемь раз укусить себя за пятку, что-нибудь сделать эдакое, прямо вот необыкновенное. Иначе Бог не даст тебе того, чего ты просишь. Так мы думаем, так мы думаем. Нам часто бывает стыдно предъявить Богу свою немощь и нищету. Нам кажется, что Бог скажет, ну, что же ты, какой глупый или там слабый, или что-нибудь еще. А Иаков говорит, Бог дает просто и без упреков. Бог дает просто и без упреков. Ты предъявляешь ему свою нужду. Вот как здесь речь идет о мудрости. И говоришь, Господи, мне не хватает мудрости, я чего-то не понимаю. Я там вот такой, какой есть. Дары мне в этом помощь. И Бог, пишет Иаков, дает просто и без упреков. Знаете, я бы сказал, что, во-первых, в этих словах слышится многовековая мудрость Ветхого Завета. А во-вторых, конечно, опыт человека, который знаком с Иисусом из Назарета. Вот Бог дает просто и без упреков. Это слова, которые нам тоже очень нужно знать и помнить. Когда мы по 50 раз одно и то же повторяем, Господи, помилуй, Господи, помилуй, да, Бог дает просто и без упреков. И вот от такого многократного повторения вряд ли что-нибудь изменится. Но говорить с Богом в простоте и предъявлять ему свои просьбы в простоте очень трудно, потому что это означает поверить и принять собственную нищету. Нищету перед Богом. Так что этот пятый стих чрезвычайно поучительный, я бы сказал, слова. И дальше апостол говорит о том, что поскольку Бог дает просто и без упреков, для нас очень важно также в простоте, в доверии предъявлять Богу все свои немощи, трудности и сомнения. Кроме этого, в первой главе апостол обращается к теме, которая будет для него еще в центре его внимания во второй главе. Это разговор о том, что, собственно, перед Богом по-настоящему важно в человеческой жизни, в человеке, чем хвастаться или хвалиться, хотя апостол не употребляет этот термин, излюбленный апостолом Павлом. Тем не менее, вот он говорит о том, что дохвалится брат униженный высотою своею. И еще несколько следующих стихов, в частности, богатый дохвалится унижением своим, потому что речь для апостола идет, в первую очередь, о том, чтобы принять свою жизнь, принять себя вот такой, какая она сейчас есть. Греха в ней не надо принимать, а высоту или унижение – это, в конце концов, не так существенно. И вот он предлагает предъявить Богу, собственно, предъявить Богу, униженному брату высоту свою, а богатому – унижение, потому что все на самом деле может меняться. И поэтому нет необходимости вот такие вещи пытаться поменять. Вот приблизительно так рассуждает апостол. А дальше он говорит, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которые Бог обещал любящим его. Итак, испытание, искушение, трудности и собственная нищета и унижение, которое есть в человеческой жизни всегда, вот все это дает нам возможность получить, как апостол говорит, венец жизни, тот царственный дар жизни, который Бог дает любящим его. И еще чрезвычайно важная очень вещь, смотрите, апостол говорит об испытаниях, об искушениях, и при этом замечает в 13 стихе «Никто не говори, Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. И надо сказать, что, к великому сожалению, эти слова давно оказались, ну, прочно забытыми, а может быть, и вовсе никогда не были услышанными, по крайней мере, в целом ряде христианских культур наших с вами здесь не исключение, потому что вот представление о Боге, который только и следит за тобой, чтобы подловить тебя на каких-то ошибках, заблуждениях, да, Боге, который насылает на тебя те или иные тяготы для того, чтобы увидеть, сломаешься ты или нет, вот это представление очень широко в нас распространено, да, но апостол специально говорит о том, что нет, это все не так, Бог никого не искушает, Бог не искушается злом и сам не искушает никого, это не его образ действий, и, соответственно, задачи, которые перед нами стоят в наших испытаниях, в наших искушениях, эти задачи нужны для нашего возрастания, а не для того, чтобы нас подловить подловить и проверить. То есть встреча с Богом, исследования за Богом все-таки не подобны тому, что мы сейчас называем единым государственным экзаменом, где предполагается, что нас всех проверяют, и кто сдал – молодец, кто не сдал – тому два. Нет, Бог так не делает, Бог так не делает. Бог дает возможность возрастания, и в этой борьбе оказывается на нашей стороне. Бог никого не искушает. И сам, кстати, заметьте, тоже не искушается злом. И вот дальше апостол в 14-15 стихе поясняет, что на самом деле это мы сами искушаемся, увлекаясь и обольщаясь. Он говорит о том, что когда вот мы не на Бога смотрим, не за Богом следуем, вот тогда действительно это искушает нас и становится такой скользкой ситуацией, когда ты не знаешь, как поступить и совершаешь ошибку почти наверняка. Это не Бог тебе подстраивает ловушку, это ты сам впадаешь в нее, не желая следовать за Богом. И вот он говорит, грех рождает смерть, сделанный грех рождает смерть. Значит, получается, что когда ты доверяешь Богу, когда ты у Него просишь мудрости и наполнения своей немощи, тогда это не искушение и испытание, не опасная ловушка, а возможность действительно возрасти в меру полного возраста Христова. А когда ты на Бога не смотришь, даже если ты занят самоусовершенствованием с нездешней силой, все равно это все рождает смерть. И снова, по-другому, немножко еще раз формулируя ту же мысль, апостол говорит дальше в 16 стихе, что и дальше, что братья мои возлюбленные, все по-настоящему доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше. Для слушателей закона это, вообще говоря, довольно важно. И для нас тоже. Потому что апостол говорит примерно вот что. То, что дается человеку в жизни, то благо, то добро, оно на самом деле является не нашими заслугами, не нашими какими-то усилиями достигается. По-настоящему всякий совершенный дар дается свыше, дается свыше. Как апостол Павел в таком же контексте пишет, и это не от вас, дар Божий. Вот примерно то же самое и апостол Иаков немножко по-другому выражает, говоря, всякое доброе даяние, всякий совершенный дар не сходит свыше от Бога. Это Бог является источником блага в нашей человеческой жизни. И в конечном итоге Он родил нас словом истины для того, чтобы быть нам некоторым начатком Его созданий. Ну, во-первых, обратим внимание на то, что Иаков говорит, что Бог рождает нас новых, нас в новую жизнь, делает нас людьми, призывает нас к жизни настоящей, полной, словом, словом. И с одной стороны, конечно, Иаков пишет, когда еще представление о Слове Божьем Нового Завета еще не появилось, и все, собственно, Новозаветные Писания более или менее еще только пишутся, они все, в конце концов, там за несколько десятилетий возникли. Понятно, что речь идет не совсем о Писании, но все-таки, вот он говорит, Бог родил нас словом истины, тогда, когда Он захотел этого. Значит, речь ведь идет о том, что слово о Божьей любви, слово об Иисусе Христе, слово о том, что правда и ложь – это не одно и то же, а все-таки разные вещи, и нам следует выбирать одно, а не другое. Вот это, то что, слово о том, что Иисус умер ради нас и воскрес, многое-многое другое, что мы можем сейчас назвать словом истины, вот это рождает нас, понимаете, именно это, собственно, благая весть, то, что Бог открывает нам о себе, о своей любви. И в этом смысле для Иакова это очевидно, а для нас сегодня не так очевидно, что надо это слово принимать, надо этим словом питаться. Это первое. И второе, чрезвычайно тоже важная мысль, в 18 стихе он говорит о том, что Бог родил нас, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. И эта идея, которая была, насколько можно судить, довольно популярной или авторитетной у христиан первого, второго и, может быть, даже и третьего, по крайней мере, первой половины третьего столетия, представление о том, что вообще то, что сейчас происходит между нами и Богом, то, что происходит в христианских общинах, в церкви, это еще не все, не цель, не конечное состояние, а некоторое средство для того, чтобы принести Богу весь мир. Вот это слово начатки, чрезвычайно важное для христиан первых столетий, как апостол Лаков пишет, что Бог родил нас в жизнь, в новую жизнь своим словом, откровением о себе, о своей любви, родил для того, чтобы мы были начатком от всего мира, от всех его созданий, первыми, кто обращается к Богу, но не последними. христиане часто думают, что вот мы к Богу войдем, и за нами дверь закроется. Ничего подобного, ничего подобного. Мы приходим к Богу для того, чтобы последовать за Ним, в эту дверь, в Его царство, и мы только первые из Его созданий, но ни в коем случае не последние. Точно так же, когда христиане первых столетий приносят в молитве Богу хлеб и вино, они говорят о том, что это начатки всего творения, не только человечества, людей, которые призваны поверить Богу, но и всего творного мира, как первые плоды урожая. И в этом же смысле также заметим апостол Павел говорит о Господе Иисусе Христе как о первенце из мертвых, потому что на самом деле это Иисус, начаток, Иисус, первенец, которого начинается приход к Богу всех Его созданий. И мы в этом смысле следуем за Господом Иисусом, но тоже еще не все. Еще не все. У нас есть задача, таким образом, есть определенное место. Мы призваны быть этим начатком, а не финалом, не целью, не завершением. Вот принятие такого места в замысле Божьем тоже чрезвычайно важно. Дальше апостол Иаков в первой главе говорит о том, как следует человеку поступать. Собственно, он говорит о вдумчивости, о том, что нам, что мы призваны быть медленными на гнев, медленными на слова, а скорыми на слышание. Вообще говоря, довольно часто встречающаяся в ветхозаветных источниках идея. И апостол принимает ее совершенно очевидным образом. Говорит о том, что, ну, друзья, в первую очередь надо стараться вот сдерживать, сдерживать те эмоции, которые исходят у нас из глубоко лежащих слоев мозга, из гиппокампа и других частей поднимается, потому что именно именно вот эта реакция эмоциональная, реакция гнева не творит правды Божьей. И тоже, я бы сказал, что 20-й стих чрезвычайно поучителен. Вот апостол пишет «Гнев человека не творит правды Божьей». Мы иногда думаем, что, ну, определенные формы гнева в определенных обстоятельствах можно себе позволить, считать, что это там правильно, уместно, вроде как нельзя гневаться на Бога или там на своих врагов, а на каких-нибудь других можно. Даже, знаете, около VI-VIII века византийцы, которые не смогли вынести слова Господа Иисуса, в чистом виде, вставили в Евангелие, там, где Господь говорит, всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Вот они решили, что это слишком трудно, и вставили слово напрасно, и получилось, как в нашем сегодняшнем тексте, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Иисус ничего про напрасно не говорил. Поэтому это, конечно, серьезное искажение, но даже при том, что оно есть, тем не менее, вот здесь апостол говорит, гнев человека не творит правды Божьей. Как бы мы ни думали, что может быть гнев оправданный, что если кто-то что-то делает не то, то можно ему заехать в челюсть, как, знаете, клевещут на святителя Николая часто. Это враги, конечно, не бил Ария вовсе, потому что он действительно святитель Николая был верующим человеком и знал, что гнев человека не творит правды Божьей. Да, чтобы оправдать себя, мы это ему приписываем. Вот так это ведь очень часто бывает, когда мы не контролируем собственные эмоции, особенно гнев, думая, что в этом что-то может быть хорошего, что там этот гнев может быть праведным и привести к каким-нибудь полезным результатам или хотя бы не стыдным. Нет, гнев человека не творит правды Божьей. Вот это надо запомнить прямо навсегда и во всех своих поступках этим принципом руководствоваться. И поэтому вот апостол говорит, будьте исполнители слова, а не слышатели только. Он говорит о том, что для того, чтобы быть исполнителем слова, надо понимать, про что речь, что такое это слово жизни, которым Бог призвал нас, что такое закон жизни, который Бог дает человеку. Вот будьте делателями слова, делателями слова, а не только теми, кто его принимает ушами и не исполняет. И говоря о исполнении закона, об исполнении слова жизни, апостол также, смотрите, говорит о необходимости вникнуть в закон совершенный, вникнуть, постараться понять, что же закона открывает нам о воле Бога и о и о самом Боге. Чрезвычайно важный момент, потому что для многих очень иудеев, да, кстати, не только для иудеев, для христиан потом тоже, закон Божий, закон Ветхого Завета или там совокупность правил, которые мы себе выдумали за 2000-летний Завет, вот они собственно ценны сами по себе, ну и в частности закон Божий, и главное их исполнить и все остальное неважно. А Иаков подходит совсем по-другому. Он говорит, что у этого закона есть цель, то, к чему он направлен, собственно, закон совершенный это именно вот видите от слова цель это слово телиен закон, который ради которого все, так сказать, и задумано, он является для него откровением о Боге, возможностью задуматься о том, каков законодатель, почему Бог дает нам те или иные призывы, правила, требования. И именно поэтому апостол Иаков называет этот закон совершенный законом свободы. Закон свободы. Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, прибудет в нем, тот будет не только слушателем, но и исполнителем дела. Закон свободы, закон, который делает нас способными увидеть Бога и им руководствоваться не правилами, мертвые буквы, как это называют апостолу Павел, а самим Богом, который дал нам этот закон. Для этого надо вникать. Вот познайте истину, истина сделает вас свободными, говорит Иисус. брат Иакова. Иаков, брат Иисуса, говорит, вникните в закон совершенный, в закон свободы, тогда вы действительно станете свободными и сможете следовать за Богом. Дальше, после этого, в самом конце первой главы, апостол еще обращается к разговору о благочестии, и это очень важная вещь, потому что термин сам по себе, как греческая Эвзебея, так и в наших всех современных переводах на разные языки благочестие такой довольно расплывчатый термин, который мы представляем себе интуитивно понятным, поэтому нас так шокируют слова Бога, который говорит «благочестие твой, как утренний туман, как утренний туман, есть и через десять минут нету, нам кажется, что это что-то вот понятное». Ну, наверное, понятное, но Иаков считает нужным попытаться объяснить, сформулировать на том языке, на котором он пишет, ну, или, по крайней мере, на который переводят его текст, сформулировать, что же это такое благочестие перед Богом, настоящее. Ну, собственно, речь идет о том, каким путем перед Богом мы идем, что перед Богом необходимо делать и важно, а что не необходимо, неважно или недопустимо. И здесь апостол говорит следующее. Во-первых, если ты думаешь, что ты благочестив, значит, ты должен обуздывать свой язык. Это очень важная мысль для его послания. Думать, что говоришь. Думать, что говоришь. Не позволять себе, как в церковно-славянском типиконе это написано, без чинных воплей. Думать, что говоришь, обуздывать свой язык. Если это этого нет, то все остальное, говорит апостол, пустое благочестие. Пустое. Ты можешь разными средствами пытаться выразить почтение к Богу, но если ты при этом не контролируешь собственных слов, то все остальное пустое. И вот последний стих первой главы очень важный тоже. Он говорит, на самом деле чистое, непорочное благочестие перед Богом заключается в том, чтобы присматривать за сиротами и вдовами, помогать им и хранить себя неоскверненным от мира. Значит, вот видите, помощь беспомощным, тем, кто не может о себе позаботиться, и свобода от искушений, ценностей, мотивов, поползновений этого мира, в котором мы живем. Иаков вовсе не призывает нас бросить, исчезнуть из этого мира. Нет, конечно. Более того, очевидно, что заботятся о нуждающихся сиротах, вдовах, беспомощных, которые и здесь, в этом мире, можно только вместе с ними в этом мире находясь, но при этом храня себя свободным, свободным от искушений и мнимых, мнимых ценностей этого мира. Вот такая, казалось бы, короткая, всего 27 стихов, первая глава этого послания, но она содержит целый ряд чрезвычайно важных мыслей, которые затем в следующих главах апостол в большей или меньшей степени будет конкретизировать. в следующем году. Продолжение следует...